В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия граждан при незаконном проникновении чужих людей в их жилище. Инициативу призвано ввести в законодательство России принцип «Мой дом, моя крепость». В чем нюансы законопроекта и что думают по поводу предложенной меры тверичане, расскажем в следующем материале выпуска. В 2020 году в Тверской области прогремело резонансное уголовное дело, фигурантом в котором был житель села Михайловского Александр Забенков. По причине бытового конфликта во владение Забенкова вторглась компания непрошенных гостей, которые были агрессивно настроены. Защищая себя и свою семью, Забенков начал бить нападавших ножом. От полученных ранений они погибли. В итоге Забенкову было предъявлено обвинение в тройном убийстве. Гособвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы. Однако суд после долгого разбирательства пришел к выводу, что Забенков действовал исключительно в целях самообороны и вынес оправдательный приговор. Дело было непростым по фабуле, по доказательствам, которые были представлены стороной обвинения и стороной защиты. Дважды возобновляли судебное следствие, поскольку после судебных премий возникали опросы, которые нужно было разрешить. После есть объективные критерии, по которым мы оценивали доказательства. И суд в любом составе, наверное, оценил бы их также. Подобных резонансных историй в нашей стране было немало и ранее. Однако суды далеко не всегда вставали на сторону тех, кто подвергался нападению. Возможно, Тверской прецедент послужил еще одним импульсом к тому, чтобы народные избранники наконец внесли в Госдуму законопроект, разрешающий россиянам самооборону на своей территории при незаконном проникновении в их жилище. Авторы проекта считают, что гражданин, который защищает себя и свою семью на территории своего жилища, не должен доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых. Правоохранительные органы порой предъявляют обвинение о превышении пределов необходимой обороны людям, защищавшим свою жизнь и жизнь своих близких. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации. Мы спросили тверичан, что они думают по поводу внесенного проекта закона. Да, я согласна с тем, чтобы можно оказывать самооборону. Случаи такие были, когда незаконно принимают и применяют, в общем-то, нестандартные методы. Есть какое-то полезное зерно в этом? Давно надо принять. Потому что, ну правильно, как там, нападают, а человек не может в полной мере защитить себя. А если превысить, тогда уголовное дело доказывает, что ты не виноват. Ну, у меня тоже есть частная собственность, то есть дома. И, ну, это моя частная собственность. Я бы не хотела, чтобы кто-то туда незаконно проникал. Ну, и защита должна быть самооборона, так как у нас и дети. Вполне правильно, потому что много случаев, когда, ну, люди просто не могли этим воспользоваться. И были большие проблемы. Своевременно, да, правильно, то есть актуально. Под жилищем законопроект понимает как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. Нарушение неприкосновенности жилища совершается по самым разным мотивам. Хулиганские побуждения с целью кражи или грабежа, похищения человека, изнасилования, что может быть сопряжено с нанесением тяжких телесных повреждений, находящимся в жилище лицам. Вплоть до убийства, чтобы устранить свидетелей преступления. Однако общество и профильное юридическое сообщество опасается побочных эффектов от принятия такого закона проекта. Например, ситуация самообороны может быть формально использована для защиты собственного жилища, а в действительности в целях сведения счетов и ряда других моментов. Депутат Тверской гордумы таких опасений не разделяет. Я понимаю опасения, но не считаю, что это будет иметь массовый порядок. Я сам как владелец гражданского оружия, как охотниче так оружие самообороны, причем с многолетним стажем, владею, в общем-то, статистикой. Так вы знаете, у нас несколько десятков миллионов единиц охотничьего оружия, как гладкоствольного, так и нарезного. Случаи противоправного применения против людей носят единичный характер. Это является абсолютным фактом. Поэтому опасения не разделяют. Сегодня, согласно действующему законодательству закона, послушный гражданин, защищая себя и своих близких в ходе необходимой обороны, должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности потенциального вреда, определить намерение нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. Нападающие при этом находятся в более выгодном положении, потому что именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность. Инициатива призвана вести в законодательство России принцип «мой дом, моя крепость». Рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право гражданина защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан. Любой нормальный человек имеет право защищать себя и своих близких. И когда какие-то преступные посягательства происходят в жилище человека, однозначно граждане должны иметь возможность защищать себя всеми доступными способами. Если в России утвердят законопроект о самообороне в доме, то обращающийся получит право причинить проникшему в дом преступнику любой вред. Однако, если нападение не сопряжено с насилием или угрозой, то это могут счесть превышением самообороны. Поэтому жертве придется доказывать свою невиновность. Проще всего доказать невиновность с помощью видео, в том числе, снятое на телефон, считают юристы. В противном случае обстоятельства будут выясняться по старинке в ходе следственного эксперимента. Бесспорным правом на самооборону будет применение нападающим какого-либо предмета в виде оружия. При этом важно, чтобы защита была соразмерной угрозе, подчеркивают юристы.